15-го века в Кобринском районе пропала девятигодовая девчонка. На ее пошуки кинуты силы правоохранных органов Беларуси и России, а так само доброохранных граждан. Под обязанности в нашем наступном материале. Гэта здарилась прикладно о 4-й године вечера у вёсты Стрыгова Кобринского района. Ксению Жукову невядомым на прамку про Моздому звезла 28-годовая Ирина Корпан. Вядома, что женщина злоуживая алкоголем, и ее уже четыре разы позбавляли батьковских правов. Некольки дён тому мать Ксюши, якая у одиночку году из семярых детей, часово притулила далёкую своячку, бо та и знаходилась на сьёмы месяцы тяжарности. Хибо она могла допустить, что в замене на гостиность женщина выкраде ей 9-годовую дочку. Пришла домой, говорю, Катя Андрея, говорю, что будем делать? Говорю, ну родит где под мостом в каком-нибудь бомжатнике. И что, не будет того ребёнка, умрёт он. А тут заберут, родит в больнице и всё будет нормально. Уже третья сутка запор протягиваются пошуки Ксюши. У школьницы нет с собой ни речев, ни документов. По опошней информации, её бачили у Витебской области. Супрозонники правоохонных органов подозрают, что выкрадальница разом с девчонкой накеровывается в Россию. Все ориентировки с фотографиями девочки, а также женщины, которые находятся с ней, размещены и отправлены в УВД республики. Никаких требований о выкупе к нам не поступало. Девочка числится как безупропавшая, так же, как и женщины, которые находятся с ней. Мы едем в город по магазинам, по барам, по забегаловкам ходим, спрашиваем, кто ли видел или не видел. Те, кто доброведает Ксюшу Жукову, не верить у той, что школьница доброохотно покинула родный дом и отправилась на пошуки прыгод. Насколько я знаю, Ксюша, она не могла уехать с незнакомым человеком. Она была достаточно ответственной, но была достаточно коммуникабельной. Сказать, что чужих людей боялась, я бы не сказала, что боялась. Она могла поговорить, могла отвечать на вопросы и общаться. Коли вину Ирыны Корпан докажут, ей погражает до 15-ти годов позбавление воли. А по кульсамья Ксении Жуковой не губляя, надея на то, что девятигодовая девчонка в худшем часе вернется до дому. И замест плачу ей мать и тут заглушить звонкий детячий смех. Катя Рына Страха, областные новины, Кобранский район. Усих, кому что-нибудь вядомо об местах знаходжений Ирыны Корпан и Ксении Жуковой, просим звернуться по телефонах, номера яких вы бачите на своих экранах. Анонимность гарантуется.